Здравствуйте, меня зовут Тагир Дибаев, я кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог, витриоретинальный хирург клиники «Оптимед». И сегодня я буду отвечать на самые животрепещущие, самые частые, самые волнующие вас вопросы, которые касаются глаз и их здоровья. Итак, первый вопрос. После операции на катаракту ухудшилось зрение. Почему так произошло? Давайте начнем с самого начала. Катаракта – это одно из заболеваний глаза, оно очень распространенное, оно встречается очень у многих пожилых и не только людей, но это всего лишь одно из заболеваний. И когда мы оперируем катаракту, мы делаем операцию по ее удалению. Получается так, что мы это одно заболевание начинаем лечить, лечим его вполне успешно по современным технологиям. Но в нашем глазу несколько сотен разных заболеваний. Каждое из этих заболеваний в теории может присоединиться и возникнуть в этом же самом глазу, который был успешно прооперирован по поводу катаракты. Таким образом, нужно понять, какое заболевание развилось, есть ли там заболевание, какая причина ухудшения зрения. А бывает вообще, знаете, как, что причина ухудшения зрения вообще не в глазу. То есть мы должны с вами разделять глаз и зрительный анализатор, потому что глаз – это орган, который воспринимает свет, трансформирует его в сигналы для нервной системы, и они потом через зрительный нерв, через зрительные пути подаются в кору головного мозга, где уже, собственно, происходит восприятие зрительной информации. Возможно, что проблема находится где-то там. Нужно понять в этой ситуации причину, по которой ухудшение зрения произошло. Для этого рекомендуется проходить углубленную диагностику зрения, которая включает в себя, помимо проверки остроты зрения, привычной нам, проверку полей зрения, проверку внутриглазного давления, исследование того, насколько, в каком состоянии находятся структуры глазного яблока, в частности, сетчатка, зрительный нерв, роговица. И только после этого, когда мы собираем весь этот большой массив данных, мы можем предположить предварительный диагноз или даже уже установить окончательный диагноз и установить окончательную причину того, почему зрение ухудшилось. То есть это первый момент. Второй момент. Бывает так, что после того, как катаракта была успешно прооперирована, возникают какие-то проблемы, связанные с самой операцией, с искусственным хрусталиком, с тем, как он стоит в глазу, правильно ли он стоит, не сместился ли он. Потому что после того, как мы вылечили катаракту, удалили ее, устанавливается искусственный хрусталик, он находится в так называемом капсульном мешке. То есть он подвешен на тонких ниточках, с помощью которых он занимает в глазу правильное положение. И здесь тоже могут быть проблемы. Поэтому важно понимать, что лечение катаракты – это не лечение всех болезней. Это всего лишь лечение одной из очень многих болезней глаза. Поэтому если вопрос подобного плана возникает у вас, или кто-то из ваших родных, знакомых, близких сталкивается с ним, то ответ я вам уже дал. Нужно пройти углубленную, подробную диагностику зрения и выяснить причину, по которой это ухудшение зрения происходит даже после успешной операции по поводу катаракты. Идем дальше. Добрый день. Деструкция стекловидного тела. Какое лечение? Давайте я для начала вам расскажу, что такое стекловидное тело, что такое деструкция стекловидного тела и как она проявляется. Для тех, кто не знает, я расскажу, что представляет из себя наш глаз. Наш глаз – это шар. Шар, который изнутри наполнен определенным содержимым и имеет оболочки. Несколько оболочек и внутри содержимое. Так вот, две трети глаза, которые мы с вами не видим и никогда не увидим, если мы не хирурги-офтальмологи, две трети глаза занимает стекловидное тело. Это такая гелеобразная структура, как желе, прозрачное в норме, которое находится за хрусталиком. И функция стекловидного тела – это поддержание формы глазного яблока. Оно еще выполняет определенные функции в процессе развития глаза, когда ребенок развивается в утробе матери. Но потом, в общем-то, основная функция стекловидного тела – это поддержание формы и обеспечение правильного обмена веществ внутри глаза. Наш организм подвержен старению. Стареют и наши глаза. И в стекловидном теле глаза с возрастом появляются комочки, которые человек начинает замечать. Особенно на ярком свету, особенно зимой, когда смотрит на снег, потому что зрачок сужается, и эти комочки заплывают в проекцию маленького отверстия и становятся очень заметными. Сама по себе деструкция стекловидного тела не опасна. Но здесь нужно обращать внимание на скорость появления этих плавающих помутнений. Если эти помутнения были у вас всегда, ну или почти всегда, если вы не помните день и час, когда они у вас возникли, вот вроде бы были, вроде бы иногда чуть-чуть больше, иногда чуть-чуть меньше, это не страшно. Но если происходит ситуация, когда вы четко помните день, час и момент, когда их стало очень много, резко, вспышками появились эти плавающие помутнения, деструкция стекловидного тела, так называемая, здесь нужно принимать экстренные меры, потому что эти симптомы означают, что где-то внутри глаза деструкция стекловидного тела привела к отслойке стекловидного тела от сетчатки и разрыву сетчатки. Это очень опасное состояние, потому что разрыв сетчатки – это прямая дорога к отслойке сетчатки. И почти всегда без лечения эта ситуация заканчивается именно отслойкой сетчатки, которая считается угрожающим зрению состоянием. Поэтому, если у вас есть плавающие помутнения, и они вас начинают беспокоить, послушайте еще раз то, что я вам сказал. В отношении лечения деструкции стекловидного тела постепенно появляются возможности убрать эти надоедливые помутнения. И один из таких эффективных методов – это лазерный витриолизис, который происходит от слов «витрио» – это стекловидное тело, лизис – это разрушение. То есть мы с помощью лазера разрушаем плавающее помутнение в стекловидном теле. Метод очень эффективный, очень хороший и имеет очень немного противопоказаний. При больших помутнениях стекловидного тела, при большой деструкции, которую невозможно убрать лазером, мы, офтальмологи, используем хирургические методы удаления этих помутнений. Следующий вопрос. После микроинсульта резко ухудшилось зрение. Чем можно помочь? Давайте снова вернемся к началу нашей передачи, где мы говорили о том, что акт зрения – это процесс, в который задействовано очень много систем нашего организма, а не только сам глаз. И это, в первую очередь, нервная система. То есть микроинсульт – это нарушение кровоснабжения в какой-то очень небольшой области нашего головного мозга. Если этот микроинсульт происходит в зоне, которая отвечает за зрение, за восприятие зрительных импульсов или за проведение зрительных импульсов, то вполне вероятно, что человек будет страдать ухудшением зрения. Если проводить такую аналогию, это как фары у машины. Фары – это лампочка, это отражатель. Для того, чтобы свет работал, должны быть провода, должен быть аккумулятор, должна быть кнопка внутри салона, чтобы водитель ее нажал, должен быть генератор, который этот аккумулятор подзаряжает. То есть это сложная система. И вот если где-то в компьютере у нас происходит сбой, то фара может не включиться, хотя сама фара будет в порядке. В этой ситуации нужно определить, что произошло. Связано это ухудшение с глазами или нет? Потому что бывает, что микроинсульт или любое другое нарушение, которое в нашем организме происходит, совпадает с нарушениями непосредственно в глазу. То есть мы должны определить, есть в глазу проблемы или нет. Если проблема в глазу есть, и она накладывается на неврологическую проблему, нужно определить, что первично, что важнее для здоровья человека. В большинстве случаев, конечно, это состояние нервной системы. По мере того, как мы определяем важность возникших проблем, мы начинаем их решать. И после того, как главная проблема решена, можно уже устранять проблему с глазами. Если же проблем с глазами нет, то, в общем-то, ответ очевиден, что нужно заниматься лечением нервной системы, нужно взаимодействовать с неврологами. В многих случаях это стационарное лечение. Если существует проблема и с глазами, и с нервной системой, мы всегда должны решать в первую очередь приоритетную проблему. Если же проблема с нервной системой решена, и остались проблемы с глазами, которые может решить офтальмолог, после стабилизации неврологического статуса можно заниматься лечением глаз. Если ко мне на прием приходит такой пациент с резким ухудшением зрения, я всегда начинаю расспрашивать, а как это ухудшение произошло? А что ему предшествовало? Были ли подъемы артериального давления? Были ли какие-то другие симптомы? Как оно развивалось? И если мы по ответам пациента предполагаем, что эта проблема не с глазами, и по результатам обследования мы это видим, конечно, мы отправляем к неврологу в первую очередь, чтобы невролог исключил патологию нервной системы, в частности, нарушение кровообращения или транзиторные ишемические атаки. Если сортировать проблемы по важности для жизни и здоровья человека, конечно, проблема с нарушениями мозгового кровообращения, но она стоит выше проблемы с глазами. Потому что, ну, если уж совсем грубо говорить, без глаза человек может жить, но без головного мозга или без части головного мозга, который отвечает за важную функцию, очень сложно нормально жить. Поэтому, конечно, неврологическое состояние всегда в приоритете в таких ситуациях. Если после того, как пациент благополучно завершил лечение у невролога и ухудшение зрения остается, важно понять, можем ли мы как офтальмологи вмешаться в глаз каким-то образом, лекарственным или хирургическим способом и устранить проблему, которая есть в глазу. Бывает так, что, к сожалению, не можем, что проблем в самом глазу нет, как мы говорили в аналогии с автомобилем. То есть фара в порядке, проблема лежит где-то там в глубине проводящих путей или в глубине головного мозга. И, к сожалению, проблема уже непоправимая. То есть мы, неврологи, ее поправить не могут, и мы, как офтальмологи, ее тоже поправить не можем. Поэтому здесь, конечно, мой призыв в том, чтобы очень тщательно заниматься общим здоровьем, не допускать таких ситуаций, когда нестабильность здоровья может привести к таким серьезным последствиям, как к нарушению мозгового кровообращения. Теперь мы переходим к следующему вопросу, который звучит так. Вредно ли смотреть на открытое солнце? Постараюсь на него ответить максимально понятно, с использованием очень простой аналогии. Вот если я вас спрошу, что вы думаете насчет того, вредно ли ходить босиком? Ну, смотря как ходить, да? Если мы утром на рассвете встаем на мягкую траву, на газончик босиком, тихонечко, метров 50 пройдем, получим шикарное удовольствие, нам будет хорошо и приятно, то не то, что не вредно, это полезно, приятно и хорошо. Но если мы, опять же, босиком вдруг решим пройти 10 километров по камням, что будет с нашими ногами? Ничего хорошего не будет. И уже через 50-100 метров мы можем сказать, что это очень вредно ходить босиком. То же самое с солнцем. Смотрите, если мы любуемся красивым закатом вечером на море, смотрим на открытое солнце, то это абсолютно не вредно. Не скажу, что это как-то для глаз полезно, но это приятно, это хорошо, мы это любим и многие это делают. Вреда для глаз в этом никакого точно нет. То же самое с рассветом. Это абсолютно безопасно. Но если мы с вами, как по аналогии с камнями и хождением босиком, вдруг решим смотреть на открытое солнце без защиты посреди ясного летнего солнечного дня, какое-то время без последствий еще можно будет обойтись, но если пройдет достаточно долгое время, то можно очень сильно навредить своей сетчатке. И вплоть до очень печальных последствий. Например, многие считают солнечное затмение каким-то невероятным событием, которое обязательно нужно увидеть своими глазами. Я вам скажу так, это, возможно, будет последнее, что вы полноценно увидите, потому что нельзя смотреть на солнечное затмение вообще ни при каких обстоятельствах, не используя защитных средств. Вот. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, что смотреть на солнце можно, но нужно выбирать полезное солнце для себя. Ну и заключительный на сегодня наш с вами вопрос. Помогают ли капли при начальной стадии катаракты? Давайте определимся, от чего эти капли могут помогать. Они могут помочь вам успокоиться, что вы лечите себя, что вы лечите свою катаракту, что вы не бездельничаете, что вы заботитесь о своем здоровье. Вот. Но помочь избавиться от катаракты, вылечить катаракту капли не помогут. Никакие капли не помогают от катаракты. Это важно знать, важно помнить. И важно останавливать себя, что ли, в те моменты, когда вы понимаете, что вам назначили операцию, она вам нужна, но вот хочется как-то процесс оттянуть, сделать это попозже, надеяться на какое-то чудо, что вдруг не нужно будет. Это понятное желание любого человека, чтобы у него было меньше каких-то факторов, которые его беспокоят, чтобы он жил как можно спокойнее. Но в ситуации с катарактой это может иметь обратный эффект. Вы будете думать, что вы лечитесь, будете тратить деньги на покупку этих капель, которые не всегда стоят дешево, а порой даже вообще не дешево. Вы будете думать, что лечитесь, вы будете тратить деньги, а на деле никакого эффекта не получите. В конце концов все равно придете в ту же самую точку, но, возможно, в худших условиях, потому что катаракта будет прогрессировать, и если протянуть слишком долго, то могут присоединиться состояния, при которых уже как бы операция будет осложненной. То есть хирургу будет намного сложнее убрать эту катаракту, чем если бы решение вами об операции было принято год назад, допустим. Поэтому давайте так четко определим. Вылечить катаракту с помощью капель никакую нельзя. Ни начальную, ни незрелую, ни зрелую, ни перезрелую. Никакую катаракту каплями лечить не нужно. Это бесполезно. При катаракте важно два момента. Первое, что определить и быть уверенным, что причина ухудшения вашего зрения действительно катаракта. Ведущая причина ухудшения вашего зрения действительно катаракта. Потому что бывает так, что в глазу несколько заболеваний, но катаракта не ведущая, хотя она есть, а ведущая, например, глаукома или проблема с сетчаткой. Конечно, тогда нужно лечить именно эту проблему в первую очередь, ассортируя проблему по степени важности. И второй момент. Нужно вовремя сделать операцию. Для этого важны два критерия. Первое, что у вас есть установленный достоверный диагноз катаракта. И второе, что эти помутнения в хрусталике влияют на ваше качество жизни. То есть ваше зрение из-за катаракты, не из-за какого-то другого заболевания, а именно из-за катаракты, снижается настолько, что вы уже не можете выполнять те действия, которые для вас привычны, от которых вы получаете удовольствие, которые необходимо вам делать в течение вашей обычной жизни. Вот эти сочетания этих двух факторов нужно учитывать при принятии решений об операции. Возвращаясь к вопросу о том, помогают ли капли, конечно, не помогают. Но они очень распространены, потому что страх пациента перед словом операция, перед словом операция на глаза, операция на зрение, он довольно великий. Это естественно, что человек стремится, хочет себя от этого избавить, найти какие-то альтернативные варианты для решения этой проблемы, для возвращения в привычную жизнь, для возвращения своего зрения к норме. Не стоит бояться операции по поводу катаракты. И тем более не стоит тратить время, деньги на самолечение, поиск бесполезных, неработающих волшебных таблеток, лучше обращайтесь к профессионалам. И мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь.